Детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты готовы подключать к теплу, не дожидаясь резкого похолодания. Таких учреждений в городе 564. Все они готовы к подаче теплоносителя. 1110 километров тепловых сетей, 1785 километров водопроводных и 1410 километров канализационных сетей также были охвачены подготовительными работами для дальнейшей эксплуатации в условиях осенне-зимнего периода. Также в ходе круглого стола дали пояснение относительно завершения работ на некоторых участках теплотрасс. Как заверяют специалисты, на старт отопительного сезона данные работы не повлияют, поскольку имеются резервные схемы, по ним организованы и горячее водоснабжение. Подавать тепло в многоквартирные дома планируют с начала октября. В этом году ужесточились правила подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону. Помимо внесения паспортов готовности в электронное ЖКХ, органам местного самоуправления нужно заполнять специальные чек-листы совместно с государственной жилищной инспекцией. Это, скажем так, новый формат подхода к контролю. Мы с органами местного самоуправления разделили фонд пополам, пошли на обследование, то есть для того, чтобы лучше понять реальное техническое состояние, после чего были сделаны по результатам этого мониторинга некоторые корректировки, были внесены в действие управляющих компаний ТСЖ, были внесены корректировки по текущему ремонту и в этом сезоне. Думаю, что и будут внесены корректировки управляющими компаниями ТСЖ и в планы уже на будущие сезоны. Представители государственной жилищной инспекции профильного департамента предприятий и организации сферы жилищно-коммунального хозяйства отмечают, что жители тоже должны подготавливать свои квартиры к отопительному сезону. Например, переводить окна в зимний режим, чтобы тепло не уходило из домов. Еще один важный вопрос – смена регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и, как следствие, изменение системы расчета за вывоз мусора. Мы ожидаем, все равно будет обращение от людей. У кого-то платеж снизится, если в квартире зарегистрировано 2-3 человека. Если зарегистрировано больше людей, то, естественно, платеж увеличится. То есть, все равно будут вопросы и по этим начислению. Но это более объективный, по крайней мере, будет способ. Напомним, что раньше самарцы платили из расчета за квадратные метры. Теперь сумма будет рассчитываться, исходя из количества зарегистрированных жителей. Если в квартире никто не прописан, то расчет будет происходить, исходя из количества собственников. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров, События.